добрый день 29 апреля торговля волатильностью волатильности волатильности часть 2 это торговая система VIX и VXX за эту неделю кое-что понял благодаря кстати говоря не бэктеста уже реальному открытию реальное открытие всегда дает такие знания которые не дает бумажный счет значит она стоит довольно простом решение то есть есть два связанных актива фактически на одно и то же на волатильность но берут разный период волатильности один быстрый другой медленный VIX быстрый VXX медленный одно продается другое покупается тем самым хеджируется вопрос был как одно измерять относительно другого через дельту естественно в принципе всю эту стратегию можно превратить в дельта хеджирования без базового актива через опционы при этом приведя их в единый знаменатель значит вариант решения таков что но даже в экселе сделал простую таблицу закладывается текущая разница по базовым активам на сейчас так что у нас там по VIX да кстати тут надо учитывать такой момент которым можно воспользоваться свою пользу это обычная контакта между первым фьючерсом и как бы текущим наличным курсом VIX вот VIX 1632 фьючерс по по июню интерес в чем тут рисует 20 так сейчас минуточку уберем лишнее так ну ладно записано где май у меня майский фьючерс да вот он майский фьючерс тяжелый не вижу ладно с платформы я написал 1621 викс фьючерс в данном случае 1805 он всегда побольше VIX 1621 вот разница у них уменьшилась спред имеется уменьшилась а еще существует такая деталь что наличный VIX он всегда меньше но как правило меньше то есть сейчас у нас на 2 единицы меньше первого фьючерса и вот это вот разница фьючерсом будет фактически пройдена ближайшие две недели что тоже можно использовать свою пользу ну пока вот это обстоятельство как бы на практике не отработало раз-другой пока трудно сказать как это можно использоваться забивается спред затем скорость движения этих активов как я говорил очевидно разное значит принимать можно наверное диапазон от единицы до двух единицы это мы принимаем с одинаковой скоростью когда рынок спокойно так оно и происходит и соответственно что VIX в два раза превышает в два раза превышает он самые сильные падения по прошлому году если мы принимаем коэффициент 2 это позиция крайне консервативная инвестора если мы принимаем единицу это крайне агрессивно то есть поэтому в реальности можно принимать что-то среднее то есть скорость например VIX в полтора в среднем период будущий период будет превышать VIX фактически это показатель скорости изменения актива гамма но это же этот же принцип этот коэффициент можно переносить и на дельту другими словами если VIX мы покупаем на 100 дельты точнее ну да VIX не покупаем и продаем то хеджируем мы его на на такую же дельту с коэффициентом при коэффициенте полтора это 150 все это можно вот при таком подходе это можно уже роботизировать коэффициент вот этот естественно должен в установочных меняться в зависимости от погоды на волатильность то есть если волатильность на рынке очень сильно растет ну просто вот этот коэффициент увеличиваем тем самым снижая риск например там ставим 1.8 или 1.9 если он наоборот рынку устаканивается то 1.5 вполне хватает как сейчас может быть и меньше ну а здесь соответственно она показывает при разных при разных скоростях что будет в этой таблице то есть где должен быть рынок при росте на 10 процентов и какой у них между ними будет спред то есть при росте на 100 процентов от текущих значений например спред у них увеличится на 11.8 то есть в общем то экстремальные точки уже можно будет видеть в таком вот подсобном инструменте вот такая вот идея вот практически значит открыты опционы и потом когда я понял что это можно приводить к единой дельте соответственно теперь я занимаюсь просто балансировки но как вызывает не увеличивает позицию то есть вот сейчас продано 224 по виксу а по викс иксу куплено 222 но это все май месяц но ближе тут 16 страйк 20 23 здесь же используется 23 25 30 то есть вот те дальние опционы они уже как бы вне игры фактически 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 когда это все открывал то это было как бы похоже по подход как опцион на змея когда ближние купленные опционы они близко от рынка и как бы хочется заманить в ловушку то есть на купленных опционах можно выиграть достаточно много поэтому покупала покупать 16 пол они в деньгах даже сейчас 16 9 вот если бы этого то есть это такая агрессивный был подход в плане понимания сколько можно заработать если этого не делать а продавать и покупать вне рынка то там там как бы коэффициент значительно мягче ну в общем то более консервативный профиль общего общей позиции можно получить так что здесь также как и со змеей профиль можно подбирать под себя ближе дальше и соответственно меняя чисто математически просто коэффициент их скорости при этом в реальности он каждый день меняется если посмотреть за пятницу сколько они поменялись этот поменялся плюс 0 0 8 минус 0 4 то есть они вообще в разнобой ходили то есть при таких движениях там перед этим они у них в среднем скорость была прошлой неделе полтора почему понял что для такого периода волатильности это вполне нормальный коэффициент а первоначально когда открывал меня был коэффициент 2 то есть я взял сразу по экстремальному результате я получил получился перестрахованный накупил в два раза больше дельты чем продал и вот постоянно смотрю что оказываюсь перестрахованы и потом после этого просто выправляя добавил сюда два опциона один а потом через день еще один если сейчас соответствует коэффициенту полтора вот такая идея спасибо